Только представьте, в бескрайних просторах космоса существуют планеты, где Солнце восходит дважды в сутки, а небо переливается оттенками, которые мы даже не можем себе вообразить. На этих планетах горы превышают Эверест, а океаны глубже Марианской впадины. Но самое удивительное, что они так похожи на нашу Землю. С помощью самого мощного телескопа Джеймса Уэбба были обнаружены целые новые миры, которые раньше могли встретиться только на страницах научно-фантастических романов. Как же они были обнаружены, в чем их схожесть с Землей и чем они отличаются от нас? И самое главное, когда мы сможем их посетить? Волшебный глаз человечества. История этого невероятного космического аппарата началась в конце 80-х годов прошлого века, когда ученые только готовились к запуску телескопа Хаббл, но уже задумывались о его преемнике. На историческом семинаре в Институте космических исследований имени Годдарда в 1989-м впервые прозвучала смелая идея создания принципиально нового телескопа с зеркалом диаметром более 10 футов. Тогда никто не мог представить, что путь от этой идеи до реального космического аппарата займет более трех десятилетий. Официально проект получил зеленый свет в 1996-м. Его назвали в честь Джеймса Уэбба, выдающегося администратора НАСА, сыгравшего ключевую роль в программе «Аполлон». На официальном сайте НАСА по этому поводу написано, что благодаря именно его усилиям мы получили первое представление о драматическом пейзаже космического пространства. Он взял нашу страну в ее первые исследовательские путешествия, превратив наше воображение в реальность. Первоначальные оценки выглядели скромно. Бюджет в 500 миллионов долларов и планируемый запуск в 2007-м. Однако вскоре стало ясно, что для реализации этого амбициозного проекта потребуются технологии, которых еще не существовало. К 2000 году стоимость проекта уже превысила миллиард долларов, а сроки постоянно сдвигались. Основные сложности возникли при создании трех ключевых компонентов – уникального сегментированного зеркала, невероятно сложной системы развертывания и сверхточных систем охлаждения. 18 шестиугольных сегментов основного зеркала, изготовленных из бериллия и покрытых тончайшим слоем золота, требовали ювелирной точности обработки. Допустимое отклонение поверхности составляло не более 20 нанометров. Если представить зеркало размером с территорию Соединенных Штатов, такие неровности соответствовали бы холмам высотой всего в полтора дюйма. Не менее впечатляющей была разработка солнцезащитного экрана размером с теннисный корт. Эта пятислойная конструкция включала 140 механизмов раскрытия, 70 шарнирных соединений и 400 шкивов. Все эти элементы должны были работать безупречно с первого раза, поскольку возможности ремонта в полутора миллионах километров от Земли просто не существовало. К 2011 году стоимость проекта достигла 8,8 миллиарда долларов, что вызвало бурные дебаты в Конгрессе США. Критики называли телескоп убийцей астрономии, утверждая, что его бюджет поглощает средства других научных программ. Ситуацию спасла сенатор Барбара Микульский, сумевшая отстоять финансирование проекта. Окончательная стоимость составила около 10 миллиардов долларов. Это больше, чем все предыдущие великие обсерватории НАСА вместе взятые. В декабре 2021 года, преодолев четверть века разработки и испытаний, телескоп наконец отправился в космос на борту ракеты «Ариан-5». Следующий месяц стал самым напряженным в истории проекта. Инженеры НАСА называли этот период «тридцатью днями ужаса». За это время телескоп преодолел 900 тысяч миль, последовательно развернув все свои системы. Когда первые тестовые снимки подтвердили безупречную работу всех инструментов, в Центре управления полетами воцарилась атмосфера настоящего триумфа. Это был абсолютно заслуженный праздник, потому что на экране каждого участника проекта находились фотографии, ради которых они отдали десятилетия упорного труда без всякой гарантии на успех, который все же случился. Первая находка. В начале января 2023 года, когда Земля только начинала новый виток вокруг Солнца, на расстоянии полутора миллионов миль от нашей планеты произошло событие, которое навсегда изменило наше представление о Вселенной и, главное, о нашем одиночестве. Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал едва заметное мерцание звезды в созвездии Актанта. Крошечное затемнение, повторявшееся с математической точностью каждые 48 часов. Так была обнаружена первая планета земного типа, найденная новейшей космической обсерваторией. Ученые назвали ее, как всегда, коротко и понятно – LHS 475b. Уникальность этого открытия заключалась не только в самом факте обнаружения, но и в поразительной точности, с которой Уэбб смог определить параметры далекого мира. Перед учеными предстала планета диаметром в 7900 миль, что составляет 99% от диаметра нашей Земли. Если бы эти две планеты оказались рядом, разницу в размерах можно было бы сравнить с разницей между баскетбольным мячом и мячом для футбола. Настолько они близки по габаритам. Но на этом сходство заканчивается. LHS 475b вращается вокруг красного карлика. Звезды, чья масса составляет всего четверть массы нашего Солнца, а светимость меньше в 100 раз. При этом планета находится на расстоянии всего в 1 миллион миль от своего светила. Для сравнения, Земля удалена от Солнца на 93 миллиона миль. Такая тесная орбита создает поистине адские условия. Несмотря на холодность звезды, поверхность планеты, вероятно, раскалена до 570 градусов по Фаренгейту, температуры при которой плавится свинец и олова. Наибольший интерес для ученых представляет атмосфера планеты. Используя свой спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, Уэб провел серию наблюдений, пытаясь обнаружить следы газовой оболочки. Первые данные оказались интригующими, но неоднозначными. Возможно, планета обладает плотной атмосферой из углекислого газа, напоминающей венерианскую, но в 10 раз более плотной. Другой сценарий предполагает полное отсутствие значимой атмосферы. Но в этом случае перед нами предстает безжизненный каменный шар, вечно обращенный одной стороной к своему Солнцу. Это открытие, сделанное на расстоянии в 243 триллиона миль от Земли, имеет фундаментальное значение для науки. Оно не только подтвердило беспрецедентные возможности телескопа Уэба в поиске землеподобных миров, но и дало надежду на обнаружение планет с более благоприятными условиями. В масштабах нашей галактики, диаметр которой составляет около 100 тысяч световых лет, LHS-475B находится буквально под боком. Это все равно, что найти человека в соседнем доме, когда исследуешь целый мегаполис. И кто знает, возможно, именно это открытие станет первым шагом к ответу на вечный вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Ведь если на таком небольшом по космическим меркам расстоянии нашлась планета-близнец Земли, сколько же подобных миров может скрываться в глубинах Млечного Пути? Новая Солнечная Система Но вскоре стало ясно, что прошлое открытие было только пробой пера для телескопа Джеймса Уэбба. В глубинах космоса на расстоянии 40 световых лет от Земли разворачивается одна из самых увлекательных научных саг нашего времени. Вокруг тусклого красного карлика Трапест-1 звезды настолько маленькой, что она лишь немногим больше Юпитера, превращается целая семья из семи планет, каждая из которых по размерам сопоставима с нашей родной Землей. Эта удивительная система, открытая в 2017 году, стала главным объектом исследований нового космического телескопа Джеймса Уэбба, который методично изучает каждый из этих миров, пытаясь ответить на фундаментальный вопрос – есть ли среди них планета, похожая на нашу не только размерами, но и условиями? Первой в очереди на изучение оказалась планета Трапест-1b, самая близкая к звезде в этой системе. Выбор пал на нее не случайно. Совершая оборот вокруг своего Солнца всего за полтора земных дня, она предоставляет исследователям наибольшее количество возможностей для наблюдений. Хотя условия на этой планете далеки от земных и поверхность раскалена до температур, превышающих 400 градусов по Фаренгейту, что делает маловероятным существование здесь жизни в привычном нам виде, ее изучение стало бесценным тренировочным полигоном для астрономов. Методика исследований напоминает высший пилотаж научного анализа. Когда планета проходит перед диском своей звезды, а это событие, называемое транзитом, происходит здесь каждые 36 часов, сверхчувствительные приборы Уэбба улавливают мельчайшие изменения в спектре проходящего света. Таким образом, ученые могут с точностью определить состав атмосферы. Если бы Трапест-1b обладал атмосферой, молекулы газов оставили бы характерные отпечатки. Специфические провалы на определенных длинах волн. Однако первые результаты оказались неожиданными. Спектр звездного света практически не изменился, проходя мимо планеты, словно на пути не было никакой газовой оболочки. Этот результат на самом деле имеет огромное научное значение. Он исключает целый класс возможных атмосферных составов, заставляя ученых пересматривать свои модели формирования планет. Возможно, Трапест-1b либо полностью лишена атмосферы, либо обладает чрезвычайно разреженной газовой оболочкой из тяжелых элементов, которые не смогли уловить даже сверхчувствительные приборы Уэбба. Другой интригующий вариант – наличие тонкой атмосферы из вулканических газов, которая постоянно пополняется благодаря геологической активности. Система Трапест-1 продолжает привлекать внимание астрономов благодаря своей уникальной структуре и характеристикам планет, которые открывают широкие горизонты для поиска потенциально обитаемых миров. Особый интерес вызывают две планеты – Трапест-1i и Трапест-1f, расположенные в так называемой зоне Златовласки. Эта область, также известная как обитаемая зона, представляет собой узкий диапазон расстояния от звезды, в котором температурный баланс позволяет воде находиться в жидкой фазе, что является ключевым элементом для развития жизни в привычных для нас формах. Трапест-1e, совершая полный оборот вокруг своей звезды за шесть земных дней, и Трапест-1f с периодом в девять дней, находится в идеальном положении для поддержания умеренных температур. Расчетные данные показывают, что, несмотря на близость к своему светилу, эти планеты могут обладать атмосферой, способной регулировать тепловой режим и предотвращать экстремальные перепады между дневной и ночной сторонами. Если атмосферное давление на этих планетах окажется достаточным, а состав будет включать парниковые газы в оптимальной концентрации, условия на поверхности могут быть благоприятны для существования водоемов. Однако ключевым вопросом остается то, действительно ли на этих планетах есть жидкая вода. Современные методы исследований пока не позволяют напрямую подтвердить ее наличие, но спектроскопические наблюдения за атмосферами планет в будущем могут дать ответ на этот вопрос. Если ученым удастся обнаружить следы водяного пара, озона или других биомаркеров, это станет серьезным аргументом в пользу потенциальной обитаемости. Важную роль играет геологическая активность планет. Если их недра остаются достаточно динамичными, это может поддерживать тектонические процессы, способствующие стабилизации климата и круговороту веществ, необходимых для жизни. Однако теоретические модели показывают, что даже в таких случаях атмосферные течения могут распределять тепло достаточно эффективно, формируя узкие переходные зоны между вечным днем и вечной ночью, где температурные условия могут быть наиболее стабильными. Финансирование только этого исследования составляет впечатляющие 85 миллионов долларов ежегодно. Но потенциальная отдача от этих инвестиций несоизмеримо выше. Обнаружение даже простейших форм жизни станет величайшим научным открытием в истории человечества, сравнимым разве что с открытием нового света или расшифровкой структуры ДНК. Уже сейчас эти исследования кардинально меняют наше понимание планетных систем и условий для жизни во Вселенной. И хотя первая изученная планета системы, Трапест-1b, оказалась безжизненным раскаленным миром, ее шесть сестер продолжают хранить свои тайны, которые телескоп Джеймса Уэбба методично раскрывает, шаг за шагом приближая нас к ответу на один из самых фундаментальных вопросов. Эта научная одиссея особенно впечатляет, если вспомнить, что всего несколько десятилетий назад мы не знали ни одной планеты за пределами Солнечной системы. Сегодня же мы не только обнаружили тысячи экзопланет, но и получили возможность детально изучать их атмосферы и условия на поверхности. Система Трапест-1b с ее семью землеподобными мирами стала своеобразной космической лабораторией, где проверяются наши теории о формировании планет и возникновении жизни. Что же это в конечном итоге? Упорные попытки найти другую жизнь или гонка с неизвестностью, которую человечество научилось побеждать. Это далеко и близко одновременно. Несомненно, мы научились исследовать и анализировать самые удаленные небесные тела, несмотря на огромное расстояние. Но если задуматься об этом всерьез, то что представляют собой эти пространства? Насколько они преодолимы и как близко они находятся? 40 световых лет — это расстояние, которое одновременно восхищает и отрезляет. В масштабах Млечного Пути, чей диаметр составляет около 100 тысяч световых лет, система Трапест-1 кажется нашим ближайшим соседом. Если представить галактику размером с футбольное поле, до этого красного карлика было бы всего несколько шагов. Но в привычных земных измерениях эта дистанция превращается в головокружительные 240 триллионов миль. Путешествие, для которого человечеству потребуется совершить настоящую технологическую революцию. Современные космические аппараты делают эту задачу пока что невыполнимой. Возьмем Voyager 1 — самый быстрый из созданных человеком объектов, несущийся сквозь межзвездное пространство со скоростью 38 тысяч миль в час. Даже на такой невероятной скорости ему потребовалось бы около 740 тысяч лет, чтобы преодолеть расстояние до Трапеста-1. Это в 25 раз больше, чем прошло с момента появления первых наскальных рисунков в пещерах Ласка. Но ученые и инженеры по всему миру уже работают над технологиями, которые могли бы сократить это путешествие до продолжительности человеческой жизни. Наиболее реалистичным на сегодня выглядит проект Breakthrough Starshot — амбициозная инициатива стоимостью в 100 миллионов долларов. Их концепция предполагает создание флота микроскопических зондов весом всего несколько граммов, оснащенных сверхлегкими световыми парусами. Мощные лазерные массивы на Земле могли бы разогнать эти крошечные аппараты до 20% скорости света — около 134 миллионов миль в час. На такой скорости путешествие к Трапест-1 заняло бы примерно 200 лет. И хотя сами создатели зондов не увидят результатов своей работы, их правнуки могли бы получить первые фотографии другой планетной системы. Но это только фотографии, не пилотируемый полет экипажа, а простые снимки ценой 200 лет. Более амбициозные планы включают термоядерные импульсные двигатели, где серия управляемых термоядерных взрывов разгоняет корабль до 20% от скорости света. Такая миссия потребует уже триллионов долларов от кооперации международного уровня и в теории могла бы доставить автоматическую станцию за 350 лет. Для пилотируемых миссий ученые разрабатывают еще более смелые концепции. Проект ИКОР, объединяющий лучшие инженерные умы со всего мира, изучает возможность создания термоядерных двигателей, способных разогнать космический корабль до 10% скорости света. Такие корабли, по размерам сопоставимые с современными авианосцами, стали бы настоящими ковчегами поколений. Самодостаточными экосистемами, где сменялись бы десятки поколений космических путешественников, прежде чем их потомки достигнут цели. Стоимость такого проекта оценивается в сотни миллиардов долларов. Конечно, сопоставимо с годовым бюджетом небольшой страны, но вполне реалистично для международной кооперации в будущем. На фоне этих расстояний Марс, расположенный в среднем в 140 миллионах миль от Земли, что в 18 миллионов раз ближе, чем Трапест-1, кажется более достижимой целью. Однако даже такое расстояние остается колоссальным вызовом. Современный полет на Марс занимает около 9 месяцев в один конец и стоит от 100 миллиардов долларов. Главные препятствия — это радиация поясов Ван Аллена и необходимость использовать 850 тонн топлива для возвращения миссии. Это в 30 раз больше, чем требуется для всей лунной программы. Для сравнения, если путешествие к Трапест-1 — это попытка переплыть Тихий океан на доске для серфинга, то полет на Марс напоминает греблю через Ла-Манш. Сложно, но принципиально возможно с текущими технологиями. Парадоксально, но именно изучение Трапест-1 помогает решать марсианские задачи. Разработанные для УЭБа спектрографы теперь ищут воду в марсианских каньонах, а системы жизнеобеспечения для гипотетических кораблей поколений тестируются в антарктических станциях. Интересно, что даже если человечеству никогда не суждено достичь Трапест-1 физически, само ее изучение уже сейчас меняет наше понимание Вселенной. Когда мы анализируем состав атмосферы этих далеких миров или измеряем их температуру, мы фактически составляем путеводитель для будущих поколений исследователей. Возможно, через несколько столетий школьники будут заучивать название планет Трапест-1 так же, как сегодня учат континенты Земли. Эти миры, такие далекие и в то же время поразительно знакомые, бросают человечеству уникальный вызов. С одной стороны, технологический. Как преодолеть 40 световых лет, когда даже путь к Марсу остается сложнейшей задачей? С другой — философский, что значит для нас потенциальное открытие жизни у другой звезды. Но уже сегодня, глядя на данные Джеймса Уэбба, мы можем ощутить себя частью чего-то грандиозного. И даже если окажется, что в системе Трапест-1 нет жизни, само ее существование доказывает, планет, подобных Земле, в галактике бесчисленное множество. Когда-то наши предки смотрели на океан, мечтая о том, что лежит за горизонтом. Сегодня мы смотрим на мерцание красного карлика в 40 световых годах от нас и мечтаем о новых мирах. Разница лишь в масштабах, но суть человеческой природы остается неизменной. Нас всегда манит то, что находится за пределами достижимого.